Очень большое желание правительства в начале года ввести пошлины на импорт нефтепродуктов. И это первое было очень яркое событие, на которое мы не могли не отреагировать. Опять же, мы очень убедительно старались аргументировать, что не надо этого делать. И второе яркое событие, это было конец года, когда Межведомственная комиссия не ввела эти пошлины. И правительство с этим согласилось, что эти пошлины навредят украинскому потребителю, что они навредят украинским ценам, что они навредят самим даже нефтеперерабатывающим заводам. Потому что в условиях тепличного рынка и в тепличных условиях они никогда не реконструируются. Только конкуренция может заставить эти заводы вкладывать деньги и в свою реконструкцию. Я сказал, что это победа всего рынка, всех нас, и тех же самых нефтеперерабатывающих заводов. Потому что они до конца не осознают, насколько в данный момент важна именно свободная конкуренция. Именно свободная конкуренция будет стимулировать их бороться конкурентными методами на рынке и увеличивать свою долю и двигаться вперед. А если они отстанут, то им год-два пошлин ничего не даст, кроме как еще большего лузерства и в плане качества прежде всего. Поэтому чем быстрее они начнут реконструкцию, тем будет лучше и мы будем рады, как их в данном случае потенциальные дистрибьюторы, дилеры этих нефтепродуктов наших украинских. К сожалению, сейчас мы не работаем с украинскими нефтепродуктами, мы работаем только с импортными нефтепродуктами, исходя из соображений прежде всего качества. Этот год явился катализатором в возрастном плане. В этом году мне исполнится 50 лет. Поэтому для меня это тоже полвека. Причем моя дата рождения будет 12-12-12. То есть я родился 12-12, и 12-12-12 мне будет 50 лет. Я думаю, что для меня это будет знаковое событие, и я проведу его, думаю, на том уровне, который заслуживаю. Хотя для меня это, наверное, с одной стороны грустная дата, но тем не менее чувствую я себя на 25. И поэтому я рад такому ощущению.